7 декабря в Православной Церкви отмечают День памяти великомученицы Екатерине, а в народе широко празднуют Катерину. Этот праздник в народе называют Катеринин день или Катерина-санница. В этот день женщины просят святую о благополучии в семье, а незамужние девицы гадают на суженого. Христианская великомученица Екатерина Александрийская жила в конце III столетия н.э. в Александрии. Родилась девушка в богатой семье, поэтому она получила прекрасное образование. Ее мать была тайной христианкой. Екатерина была умна, красива и знала себе цену. Посему будущего своего мужа видела богатым и образованным мужчиной, который был бы образованнее ее и не менее обеспеченным. Она не стеснялась говорить об этом, и в итоге круг ее поклонников сузился, а претендентов на ее руку и сердце не осталось. Но однажды ей приснился сон. К ней явились Божья Матерь Иисус, который надел ей на правую руку обручальное кольцо и сказал «Не знай жениха земного». В скором времени император Максимиан предложил Екатерине выйти за него замуж с условием, что она принесет жертвы языческим божествам. Девушка отказала императору и осталась верна своей вере, за что и была казнена. Таким образом, христиане стали почитать Екатерину за стойкость ее веры. День Святой Екатерины празднуют и православные, и католики, ведь она была канонизирована еще задолго до разделения христиан. Святую Екатерину в народе всегда очень почитали и считали ее заступницей юных девушек, замужних и беременных женщин. В молитвах святой женщины просили благополучия в семье, здоровья детям и большой взаимной любви. При этом обязательно зажигали по три восковых свечи. Если в семье конфликты и прочие неурядицы, то нужно заказывать акофисты святой Екатерине, и она обязательно поможет вернуть лад и гармонию в семью. 7 декабря, в день Екатерины, не советуют выполнять тяжелую физическую работу, а также нужно воздерживаться от веселья, алкоголя и соблюдать строгий пост. Беременным женщинам рекомендуется отдыхать, чтобы роды прошли быстро и легко. В канун праздника неженатые юноши соблюдали строгий пост и молились, чтобы их Бог послал им хорошую супругу. По преданию, любимый цвет Екатерины был синий. Порадуйте святую, облачившись в синюю одежду. Самой главной традицией 7 декабря было гадание насуженного. Вот самое распространенное гадание. Накануне праздника девушки клали под подушку хлебную корочку, чтобы суженый явился во сне. Или ставили горшочек с кашей на крыльцо, зазывая свою судьбу. Или еще такое гадание. Вишневую ветвь вставили в воду и ждали до дня Василия, 14 января. Если на веточке распускались бутоны и появлялся цвет, то в будущем году девушка должна была удачно выйти замуж. В народной традиции 7 декабря еще называют праздником Катерины-санницы. Этот день был открытием санных дорог. На санях катались все от мала до велика. Дети с горки на небольших санках, молодежь и взрослые на санях в лошадиных упряжках. Первое катание на санках называли Екатерининским гулянием, когда устраивались гонки на санях, где гуляли все деревни. Особенно ждали праздник Екатерины незамужней девушки и неженатые парни. Они имели возможность присмотреться друг к другу. Особенно радовались девицы, когда понравившийся молодой человек садился к ней в сане и скатывался вместе с ней. Считалось, что его сердце растает, и вскоре он откликнется на ее чувства. Что же нельзя делать в День Екатерины? Екатеринин день приходится на период рождественского поста, поэтому многие запреты связаны именно с ним. Следует воздерживаться от животной пищи. Запрещено выполнять тяжелую физическую работу и заниматься рукоделием. Нельзя веселиться и употреблять алкоголь. Не стоит разводить огонь или топить печку, чтобы жизнь не задымилась. Какие существуют народные приметы на День Екатерины? Если в этот день ясное небо, то зима обещает быть морозной. Также в народе считалось, если на ночном небе звезды не видны или видны очень слабо, то вскоре должен выпасть сильный снег. Если лучи солнца устремляются вверх, то скоро должна начаться вьюга. Круги возле луны к морозной погоде. Народи говорили, день Екатерины пришел, на санках катание привел. Если в праздник Екатерины установилась теплая погода, то морозы придут только после Дня Святой Варвары, после 17 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok